Маша Маша! Маша! Да просни же Маша! А что? Я говорю, просыпайся! Ты что здесь делаешь? Я... Я Ксюшу жду. Лёжа на лавочке? Я тебе так скажу. Уважающая себя девушка выберет другой способ ожидания. Да я на секундочку буквально прикорнула. Просто немного не выспалась, поэтому... Маша, этому нет оправданий. Ты разве не понимаешь, что это небезопасно? Ксюша и сама в школу дойдёт. Ээээ... Да вот же она! Ксюш! Спасибо за беспокойство. Это больше не повторится. До встречи на уроке. Ну, это надо же такое, а. Заснуть на лавочке. Как некрасиво. Привет. Пойдём быстрее. Маш, что происходит? Что тебе хотела Накундовна с утра пораньше? Взывала к моему здравому смыслу. Здрасте. Ничего не поняла. У тебя, по-моему, со здравым смыслом всегда всё было ок. Ну, может, и было до сегодняшнего дня. Блин, Маша, у меня сейчас голова взорвётся. Объясни нормально. Я сегодня спала на лавочке. Как бомжиха. Стоп. Мне не послышалось? Ты уснула прямо на лавочке? На улице? Именно. А Ирина Анатольевна меня спалила. Вот такая неловкая ситуация. Капец. Умеешь ты, конечно, удивить. Всем привет. А почему вы тут сидите, в класс не идёте? Привет. Как раз собирались. Маш. Но мы уже не договорили. Пойдёмте. В классе всё объясню. А что мне договорили? Эй, я тоже хочу знать. Ребят, кто может меня пустить приночевать к себе домой сегодня? В смысле? Что случилось? Мама решила отдать мне в спецшколу. Против моей воли. Я случайно её разговор услышала. Что за бред? Разве так делают? Может, она тебя ещё и замуж против твоей воли отдаст? Вот именно. Представьте, она кому-то по телефону говорит. А если она будет против, пусть идёт куда хочет. А ты что? А что мне оставалось? Только уйти из дома, спасаться бегством от спецшколы и от мамы. И когда это произошло? Вчера поздно вечером. Я вот, кое-какие вещи собрала и ушла. А почему ты ко мне не пришла? Как бы я к тебе заявилась без предупреждения посреди ночи? Ну да. Тоже верно. Маш, ко мне можно хоть посреди ночи и хоть без звонка? Хорошая попытка, Кирилл. Но нет. Ходить к парням по ночам не моя история. Что? Сидите, как сонные мухи. Уже выспаться должны были. По крайней мере, некоторые из вас. Это она на тебя намекает. Спасибо. Я догадалась. Блин. Что за словечки на уроке литературы? Фу, Маша. В чем это у тебя рука? В зубной пасте. Какой ужас. Так, быстро иди в уборную. Куда же он подевался? Неужели дома оставила? Ладно. Добрый день, Ирина Анатольевна. Добрый. Могу я с вами поговорить? Да, конечно. Начинайте работать, я скоро вернусь. Проверю. Я вас слушаю, Лиля Валерьевна. У меня к вам серьезный разговор. Мы можем поговорить с вами где-то за закрытой дверью? Да, конечно. Пойдемте в учительскую. Прошу, присаживайтесь. Я вас внимательно слушаю. Я приняла волевое решение относительно Маши. Кстати, мне показалось или ее не было в классе? Она вышла, у нее там проблема возникла. Кстати, поговорите со своей дочерью, скажите ей, что спать на... Ирина Анатольевна, вы что, призрака увидели? Эээ... Нет... Это все Елена Юрьевна. Точнее, ее фотография. Вон, на стене висит. К слову, она сама ее туда повесила, чтобы учителя, как говорится, не забывали, кто тут главный. Ясно. Я могу продолжать? Да-да, пожалуйста. В общем, я решила перевести Машу в спецшколу. Интересно, она вообще заметила, что я дома не ночевала? Как неожиданно. А это уже твердое намерение? Тверже моих решений, только бивни у слона. Ну, как же мы без Машеньки? Как же успеваемость нашей школы? Это не мои проблемы. Короче, я к директору, а вы пока подготовьте документы. В смысле? Вы планируете прямо сегодня... Конечно. А зачем тянуть? Короче, я зайду через 10 минут. Ирина Анатольевна, миленькая, не отдавайте меня ей. Я не хочу спеть в школу. Я даже из дома сбежала. Как из дома избежала? Так вот почему ты на лавочке спала. Ты что там всю ночь провела? Угу. А мама даже не заметила. Ужас. Так, успокойся. Я тебя в обиду не дам. Пойдем. Ну и почему у тебя? Что это за слово? Слышишь, парень, а ты не офигел? Выдохни, все будет хорошо. Что-то я не поняла. Анатольевна ушла с мамой, вернулась с Машей. Что происходит? Понятия не имею. Думаю, на применение Маша нам все расскажет. Я так понимаю, все уже в курсе сложившейся ситуации с Машей? Тогда знайте, я всегда на вашей стороне. Никто и никогда не должен заставлять учиться детей в другой школе. Елена Анатольевна, я даже не думала, что вы такая, такая... Либеральная. Да, вот именно это слово. И что же мы будем делать? Машина мама так просто не сдастся. Это правда. Женщина она напористая. Но ничего, справедливость всегда побеждает. Дети не должны ночевать на улице. Спасибо. Спасибо вам всем. Что бы я без вас сделала? О, Ирина Анатольевна, а я вас ищу. Куда же вы с учительской подевались? Давайте документы. Лиля Валерьевна, мы Машу в обиду не дадим. Вы ее не заберете против ее воли. В смысле против ее воли? Маш, ты же сама говорила, что это спецшкола твоя мечта. Мам, так это когда было? В третьем классе. В пятом. Я за то, чтобы мечты детей сбывались. Ничего страшного, что прошло несколько лет. Сюрприз. Мама, я давно не хочу в эту школу. И ни за что не пойду туда. Серьезно? Что ж то получается? Дороголожка к обеду? Вроде того. Вот видишь, зря ты получается из дома сбежала. Тихо ты. В смысле из дома сбежала? Он шутит. Мам. А это что такое? Маш! Я тебе покажу, как из дома сбегать. Стой, я знаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Мы субтитров А.Кулакова Продолжение следует...